Добрый день! Сегодня мы с вами поразмышляем на тему, что такое пенсионная реформа, кто и зачем нам ее предлагает. Ну а для того, чтобы это понять, мы с вами немножечко порассуждаем на фоне неких арифметических цифр. Начнем с самого простого. Итак, нам предлагают на 5 лет выходить на пенсию попозже. Что это такое в цифрах? Сегодняшняя российская средняя пенсия пока не дотягивает до 15 тысяч рублей. Но мы думаем о хорошем, поэтому для того, чтобы нам было удобно считать, мы пишем, что сегодняшняя средняя российская пенсия равна 15 тысячам рублей в месяц. Умножаем эту пенсию на 12 месяцев, мы с вами получаем 180 тысяч рублей. 180 тысяч рублей получил бы в год человек, выйдя на пенсию, но его предлагают отправить на пенсию на 5 лет позже. Это значит, что цифру 180 тысяч мы должны умножить на 5 лет, у нас с вами получится 900 тысяч рублей, которые человек не получит, потому что он в этот момент будет работать. Но это еще не все. Ведь когда тот человек, который не ушел на пенсию, работает, он же продолжает отчислять в пенсионный фонд. Вот. Ну, представим себе, что вот этот наш пока не ушедший на пенсию пенсионер будет получать среднестатистическую российскую зарплату. Согласно источникам, она сегодня составляет 36 тысяч рублей. Пишем дальше. 36 тысяч рублей. 36 тысяч рублей умножаем на 22% отчислений, связанных с социальными фондами. У нас получается 7920 рублей в месяц. Округляем. 8 тысяч, чтобы удобнее считать. Итак, заработные платы вот этого несостоявшегося пенсионера государство будет получать 8 тысяч рублей в месяц. Соответственно, эти 8 тысяч мы умножаем с вами на 12, потом умножаем на те 5 лет, в ходе которых все это будет происходить. 8 тысяч умножаем на 12, умножаем на 5 лет, мы получаем 500 тысяч рублей. Подводим промежуточный итог. 900 тысяч наш несостоявшийся пенсионер недополучил пенсии и 500 тысяч он заплатил налогов. Итого 1 миллион 400 тысяч рублей. Что называется, сэкономили на нем. Это все? Нет, это не все. В нашем государстве пенсионеры имеют целый ряд льгот. Вот давайте их перечислим. У нас, конечно, будут сложности, потому что оценить их в денежном выражении достаточно проблематично, но мы попробуем это сделать. Итак, какие льготы у нас имеют пенсионеры? Начинаем. Налог на имущество. Пенсионер у нас платит меньший налог, с учетом того, что на один из объектов собственности он его не платит. Дальше проезд. Этот проезд не только трамвай, автобус. Например, накануне выборов в Москве сейчас московские пенсионеры бесплатно ездили в область. Это сложно оценить в каком-то денежном выражении, но это было. Далее коммунальные услуги. Коммунальные услуги. Они, конечно, сильно колеблется в стоимости, в зависимости не только от дома, но и от региона. Но, тем не менее, это существует. Дальше. Пенсионеры не платят сборной капремонт, которые нам так элегантно внесли в платежку. Ну, люди пожилые, поэтому пенсионеры имеют право на санаторно-курортное обслуживание. Запишем его сюда. Обслуживание. Далее. Налог на землю, который не платят пенсионеры. Налог на землю. И лекарства. Всевозможные льготы, связанные с лекарствами для пенсионеров. Мы, наверное, перечислили не все льготы, которые получают пенсионеры. Но теперь нам надо как-то это обозначить в виде какой-то цифры. Предлагаю следующий вариант. Принимаем, условно говоря, что 8 тысяч рублей в один месяц получает льгот пенсионер. Умножаем это на 12 месяцев. Умножаем это все на 5 лет. И мы получаем примерную цифру 500 тысяч рублей. Вот теперь мы можем подвести некий итог. У нас было 1 миллион 400, добавляем к нему 500 тысяч. Все вместе у нас получается, давайте сюда напишем, чтобы было понятно, 1 миллион 900 тысяч рублей. Значит, что это за цифра? Это цифра. Ну, грубо говоря, государство сэкономит и заработает в итоге на одном человеке за 5 лет, если он позже выйдет на пенсию. Теперь у нас возникает вопрос, а сколько же таких лет, сколько же таких людей всего? Здесь мы обращаемся к статистике. Вы можете эту информацию самостоятельно поискать. У нас получилась такая история. Значит, женщины возраста 55-59 лет. Всего их 6 миллионов. Округляем их чуть больше. 6 миллионов 128 тысяч. Ну, пишем 6 миллионов для удобства расчетов. Дальше. Мужчины возраста 60-64. Их получается чуть больше 4 миллионов. Подводим итог. 10 миллионов человек. Теперь нам осталось сделать последнюю арифметическую операцию. В принципе, не сложную. Но там много нулей. Мы должны 1 миллион 900 тысяч, сэкономленных на одном пенсионере, который не ушел на пенсию денег, умножить на 10 миллионов людей, которых таким образом собираются осчастливить. Перемножаем одно на другое. Мы с вами получаем 19 триллионов рублей. Ну, согласитесь, цифра очень и очень внушительная. А вот теперь нам с вами нужно поразмышлять на другую тему. А почему вдруг возникла такая острая и срочная необходимость сэкономить на 10 миллионах людей 19 триллионов этих самых российских рублей? И здесь давайте возьмем другой цвет, фломастер другого цвета и вспомним некие промежуточные этапы той пенсионной реформы, которая у нас была до этого. Вернее говоря, тех пенсионных реформ, которые прошли совсем недавно и проводились, в принципе, теми же самыми либеральными экономистами. Значит, я напомню вам, что 22% сейчас отчисления заработной платы каждого трудящегося. И вот во время правления Дмитрия Анатольевича Медведева государство решило у нас провести пенсионную реформу. Что это была за реформа? Государство сказало, вы нам продолжаете платить 22%, но 6% из этих 22% мы перечислим в негосударственный пенсионный фонд НПФ, который просто наше все. И пенсии у нас будут большие, и все будет здорово. А вот этот НПФ, получив эти 6%, он возьмет, вложит их, как вкладывают эффективные менеджеры, в какие-то ценные бумаги, и вам еще потом будет доход какой-то платиться, процент с ваших пенсионных сборов. То есть в итоге пенсия будет еще больше. И вот такая схема начала работать. То есть предприятия перечисляли 22%, дальше людей мытьем и катанием заставляли переходить в различные негосударственные пенсионные фонды. Заметьте, что никакого государственного здесь не было, только негосударственные. И вот 6% туда уходили. Но это был первый этап. А дальше государство решило еще решительнее расставаться со своими деньгами, с нашими будущими пенсионными накоплениями. Что было сделано? Вот есть НПФ. И нам сказали, если вы гражданин, вот вы гражданин, перечислите 1 рубль в НПФ, мы государство, государство, тоже перечислим туда 1 рубль. Ролики красивые сняли по телевидению, показывали. Это называлось софинансирование будущей пенсии. Таким образом, деньги из пенсионного фонда продолжали утекать вот в эти НПФ, и туда потекли еще государственные деньги. Вы знаете, размер денег, которые в итоге получили негосударственные пенсионные фонды, мне найти, честно скажу, не удалось. Вот какой-то вразумительной цифры. Следующий вопрос. Что эти самые эффективные менеджеры из негосударственных пенсионных фондов сделали с теми деньгами, которые они получили от будущих пенсионеров? Регулировало ли вопрос вложения этих денег государство? Конечно, государство разработало очень строгие правила вложения этих ценных бумаг. В принципе, скопировало эти правила Запада, как и, по сути, всю эту систему. Что это значит? Это значит, что не пенсионный государственный фонд НПФ должен вкладывать и имеет право вкладывать имеющееся у него средство в строго определенный перечень ценных бумаг, ценность которых определяется определенными рейтинговыми агентствами, определенным рейтингом, назовем это так. А что получилось дальше? Мы, конечно, всю эту схему упрощаем, но тем не менее. Получив вот эти колоссальные деньги, господа, которые стали заниматься этим вопросом, начали скупать непенсионные фонды. Вот они скупили. То есть, пенсионных фондов вроде как бы много, но владелец у них один, а здесь владелец второй. Дальше. Была построена такая нехитрая схема. Есть банки. Банк 1, банк 2, банк 3, банк 4. При каждом банке есть эти самые НПФ, у каждого свои, полностью контролируемые, которые должны вкладывать имеющиеся средства по определенным рейтингам. Дальше владельцы этих банков, они же владельцы фондов, они же контролирующие, встречаются и договариваются. Давай сделаем так. Мы сейчас с тобой по определенной западам, давно разработанной, отработанной и применяемой методике накачки ничего в нечто дорогое, накачаем определенные активы, которые у каждого из нас есть. И ты вложишь свои деньги в мои, в кавычках, ценные бумаги, а я вложу в твои, в кавычках, ценные бумаги. Тот, кто занимается финансовыми, скажет вам, что накачать из компании, из какой-то ценной бумаги, сделать из нее якобы очень ценный актив, не так сложно. Особенно, если тот, кто будет вкладывать в него деньги, с тобой в сговоре. В результате, по сути, они просто обменялись деньгами. А дальше? Дальше начали подходить сроки. Наступает 2019 год. Год первых выплат тем самым пенсионерам, деньги которых были вложены в непенсионные фонды. Но умные, экономически подкованные люди, получив от государства такое выгодное предложение, большие деньги закачали в непенсионные фонды, вот когда государство предлагало такие же средства наравне с тобой вкладывать. В итоге денег в НПФ очень много, вложены они в активы, которые не стоят ничего. И что мы видим? Пора платить. Что делают владельцы непенсионных фондов? Помните, такая фамилия прозвучала? Господин по фамилии Минц, владелец нескольких пенсионных фондов. Он убежал туда, куда убегают все эффективные менеджеры, когда приходит необходимость платить по своим векселям. В Лондон убежал, господин Минц. Итак, деньги были, денег нет, деньги в офшорах, деньги в Лондоне, а выплаты наступают. Для того, чтобы все это не рухнуло, вся схема не всплыла, что нужно сделать? Единственный выход. Отложить выплаты, отодвинув пенсионный возраст. Для того, чтобы НПФ должны были позже платить. Но вы же не можете сказать, что мы поднимаем пенсионный возраст или откладываем выплату пенсионных денег только для непенсионных фондов. Тем более, вы не можете это говорить, когда вы сами, как государство, были инициатором предыдущей пенсионной реформы именно в этом виде. Значит, единственный выход какой, придумывают либералы в правительстве, поднять пенсионный возраст вообще, в целом. Тогда и НПФ тоже платить ничего будет не нужно. Теперь возвращаемся к цифрам. Мы с вами видим примерную стоимость, в кавычках, экономии на пенсионерах. 19 триллионов рублей. Просто два слова, много это или мало. Звучит это очень большие деньги. На самом деле, нам говорят, что сегодня дефицит пенсионного фонда, ну там, 3,3 триллиона рублей ежегодный. На самом деле, если вычеркнуть оттуда все, что государство навесило на пенсионный фонд, всевозможные выплаты, в том числе компенсации Пасколкова, материнский капитал и так далее, и так далее, и так далее, реальный дефицит пенсионного фонда составляет 934, если я не ошибаюсь, миллиардов. То есть, повышение пенсионного возраста даст возможность, ну, лет так 10, чуть-чуть больше платить пенсий и закрыть эту дыру, которая образовалась по совершенно иной причине. Но вот эти-то деньги исчезли, эта-то история неизбежно всплывет. Поэтому давайте какой-то, ну, что называется, подытожим. Система, о которой мы с вами поговорили, она продолжает работать. Негосударственные пенсионные фонды работают, деньги вложены. Вот это софинансирование, рубль ты заплатил, государство рубль платит, оно тоже продолжает работать. А деньги в офшорах, деньги в дутых активах, и все это рано или поздно лопнет. Возникает вопрос, что же делать в этой ситуации? Ну, если государство по какой-то неведомой нам причине вдруг предложило отказаться от части пенсионных сбережений и перечислить их в ту или иную структуру, наверное, в этом был какой-то смысл. Или смысл был совершенно иначе, мы можем себе представить. У меня складывается четкое впечатление, что вот первый и второй этап пенсионной реформы, когда государство отказалось сначала от части пенсионных денег, причем насильно, люди буквально заставляли в эти НПФы переходить. Дальше, когда вот это софинансирование было введено, мне кажется, что это были первые два таких подготовительных этапах, некой многоходовочки для того, чтобы потом предложить вот этот третий вариант, который как бы является вынужденным, но вот делать нечего, так получилось. А на самом деле вся эта история для того, чтобы разорвать связь между народом и государством, для того, чтобы увеличить социальную напряженность, для того, чтобы раскачать, как говорят, нашу государственную лодку, а в итоге лишить Россию суверенитета. То есть, на мой взгляд, перед нами просто определенная многоходовочка. И выводы здесь напрашиваются простые. Если вы передали часть пенсионных средств под контроль частных, так называемых, инвесторов, эффективных менеджеров, вы должны контролировать не деньги, которые вы им передали, а самих этих частных, прошу прощения, эффективных менеджеров. И если кто-то убежал в Лондон, вы должны его ледорубом из Лондона доставлять, доставлять обратно. Иначе эта система перекачки денег пенсионных на Запад через офшоры, через различные схемы, через надувание мусорных активов, она будет продолжаться. И катастрофа будет снова грозить. Это значит, что придут опять и нам расскажут, что надо выходить еще на 5 лет позже. Ну а что? Например, в Соединенных Штатах сегодня выходят на пенсию в 67 лет и мужчины, и женщины. И это не предел. Сейчас в США тоже будут поднимать пенсионный возраст. И что? И до какого времени все это будет продолжаться? Поэтому либо государство четко контролирует, жестко контролирует все пенсионные отчисления. Это значит, вплоть до закрытия пенсионного фонда и переведения всех средств в казначейство, как это было в Советском Союзе. Либо, извините, надо принимать внеэкономические методы воздействия на тех, кто ставит страну на грань катастрофы. Вот такие мысли приходят, если мы с вами проанализируем цифры так называемой пенсионной реформы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok